Она просто одураченная 16-летняя девочка с синдромом Аспергера. Человек с синдромом Аспергера склонен сосредотачиваться на чем-то одном. Грету интересует климат, и ее одурачила ложь, распространенная в обществе. Но любимица СМИ с синдромом Аспергера не может сказать, что нужно делать. Странно называть ее героиней, если она сама не знает, что предпринять, но говорит, что так много нужно сделать, чтобы отвлечь внимание. Пустозвон. Мама пишет ей речи. Возмутительные произведения. Что бы ни случилось, Гретта разберется, будучи голодной до пиара. И никому не до нее дело. К черту Гретту! Господин президент, а что вы думаете о Гретте Тунберг? Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Гретта Тунберг. Ведь никто Гретте не объяснил, что современный мир сложен, многообразен, быстро развивается. И люди в Африке, либо во многих азиатских странах, хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции. Будем откровенны. Многих она раздражает. Ее считают склонной преувеличивать, чересчур истеричной и эмоциональной. Гретта, вы знаете Гретту? Гретта сказала, что аборигены умирают, защищая Амазонку. Просто катастрофа, что этой соплячке уделяют время в СМИ. Она не мессия. Она просто депрессивная и чересчур тревожная девочка. И очень несчастная. Синдром Аспергера редко бывает преимуществом. В данном случае это недостаток. Она ребенок и несет чушь. Она говорит климатическим паникюрам именно то, что они хотят услышать. Ты эгоистичная, плохо образованная, добродетельная маленькая говнюшка. Приди в себя, повзрослей и заткнись. Пока не будешь уверена в фактах, прежде чем протестовать. Редактор субтитров А.Семкин